Здравствуйте дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Меня зовут Светлана, я живу в Украине в городе Харькове и сегодня хочу вам рассказать о топ 10 наикрасивейших однолетников, которые я всегда высаживаю. И по ходу рассказа обязательно буду делиться своим опытом по выращиванию каждого из этих однолетников. И в этом видео будет не только об этой десятке, но еще я расскажу вам о других однолетниках и расскажу о своем опыте по выращиванию и их тоже. Поехали! Первое место в моем списке занимает петуния, несомненно. Но хочу вам сказать, не всегда петуния была у меня на первом месте. Вот когда я покупала маленькие эти кустики обычной петунии, высаживала их в клумбе, в цветнике, после дождя, их неопрятный вид меня не устраивал. Пока я не нашла именно ту петунию, которой сейчас восторгаюсь, не только я, все кто ее видят в полном восторге от этой петунии. Это вот именно петунии, которые я сейчас вам вставлю фото. Вы посмотрите, это петунии фирмы Семена Партнер. Вот это именно та петуния, которая меня сейчас устраивает полностью. Цветет невероятно красиво. Огромные вот такие вот ниспадающие кусты петунии в вазонах, которые находятся у меня в саду. Потрясающе выглядят. Минимальный. Ну, уход, конечно, нужен, подкормки нужны для того, чтобы впечатлило цветение вас этой петунии. Но эта петуния настолько декоративно смотрится. Всегда у нее очень красивый, плотный вот такой вот шар из цветов. Поэтому у меня сейчас петуния, именно эта занимает первое место. Именно эту петунию я всегда буду высаживать. Все остальные вот эти маленькие кустики, они могут расти, но не в моем саду. В моем саду будет петуния невероятно красивая, ошеломляющая, которая занимает первое место. Кто давно уже у меня на канале знает, что у меня второе место почетное. Я бы их на первом месте поставила и петунию, и колиус. Именно, друзья, это колиус, и он занимает второе место в моем списке. Более неприхотливого, более красивого цветка еще нужно поискать. Ну, вот петуния на первом месте. Невероятно красивые расцветки, невероятно красиво колиус смотрится в цветочных композициях. В моем саду очень много вазонов, где я использовала колиус в качестве основного растения для цветочной композиции. Либо это были вообще цветочные композиции только из колиуса. Колиус не оставляет никого равнодушным. Кроме того, такое огромное количество и многообразие рассветок листа колиуса, Ну, это просто потрясающее зрелище. Я вот вам обязательно вставлю фотографии. Очень красивые. Вот декоративный лист может быть только еще у одного растения. Это у хосты. Но не о ней сегодня разговор. Итак, второе место колиус. На третьем месте бархатцы, или у нас в Украине называют их чернобрывцы, или правильно тагитис. Несомненно, есть садоводы, цветоводы, которым не очень нравится их запах. Но я выращиваю яркие, оранжевые, желтые, разнообразные, высокие, маленькие, неприхотливые. Самые неприхотливые из однолетников это бархатцы. Бросил в почву просто семена, даже не нужно их выращивать. То есть не то, что не нужно, не обязательно их выращивать дома на подоконнике. Семена бросил, взошли, замечательно растут. Третье место бархатцы. На четвертом месте в моем списке и белоснежная, и голубая, и розовая. Я не просто так оговорилась. Это лабелия. Лабелию всегда выращиваю. Но я выбрала для себя, пробовала разные расцветки, но выбрала для себя небесно-голубой. И на каменистой горке, и в вазонах, и в цветочных композициях, и даже просто где-то у меня в цветнике, обязательно я высаживаю лабелию. Лабелия нежная, красиво смотрится. И апельная красивая, обычно кустовая. Замечательное растение, очень нежное. Добавляет действительно такой вот небесной нежной краски в любое место, где высажено. Лабелию я выращиваю дома, потому что вот каждый год выращиваю все больше семян, и мне всегда ее не хватает. Потрясающий цветок лабелия, четвертое место. Пятое место, алисун. Однолетний цветок, который может серьезную конкуренцию составить по своему запаху всем другим цветам многолетним в нашем саду. Розам, лилиям, ну и еще другим цветам, которые могут пахнуть. Невероятно красивое белое облако со сладким медовым запахом. Всегда высаживаю алисун. Рекомендую вам неприхотливый. И после первой волны цветения обрезаете, через месяц получаете повторное цветение. И в прошлом сезоне у меня алисун цвел и пах до начала ноября месяца. Ну, разве это не чудо? Пятое место, алисун. Шестое место. В прошлом году впервые я попробовала, и теперь у меня в списке задержалась надолго вербена. Очень понравилась мне вербена. Причем я ее сочетала с разными цветами в вазонах. В вазонах из гипертуфа, какие мы делали видео, есть у нас на канале. В бетонных вазонах. Вербена замечательное растение. Неприхотливое, очень красивое, яркое. Поэтому в моем списке она теперь занимает шестое место. Еще открытие прошлого года для меня это львиный зев. Очень понравился мне этот цветок. Выбрала я рассветку такую вот персиково-нежно-розовую, для того, чтобы в моих цветочных композициях, ну, красиво было, очень гармонично все цветы смотрелись. И я не прогадала. Настолько изумительно в течение всего сезона осмотрелся львиный зев. А еще для меня полным было неожиданным открытием, что после того, как я обрезала отсветшие цветочки, из пазух выходили все новые и новые вот эти вот очень похожие на колокольчики цветочки, которые радовали меня весь сезон. И этот цветок невероятно декоративен. Вот после обрезки у него не было ни увядших цветочков, ни пожухлых. Замечательное растение. И теперь в моем списке львиный зев занимает почетное седьмое место. Нежные, красивые, маленькие такие, разные-разные виолы. Виола восьмое место в моем списке. В моих цветниках, в моих вазонах у меня в прошлом году виола была вся белая. Вот решила я, чтобы не было у меня пестроты, добавить тот цветок, который будет очень такой, знаете, чистый и непорочный, белоснежный. И остановилась я на виоле белоснежной и не прогадала. Очень красивая, очень неприхотливая, нежная. Постоянно выбрасывала мне вот эти вот такие вот потрясающие лепесточки белоснежные с какими-то небольшими вкраплениями в каждой цветочной композиции. Замечательный однолетний, очень мне нравится, рекомендую вам, обязательно обратите внимание на это растение. Виола восьмое место в моем списке. Девятое почетное место это герань или пеларгония. Тоже для меня в прошлом году было невероятным открытием. Очень красиво, огромные шапки у меня были в вазонах, неприхотливая. Переносила даже засуху. В прошлом году у нас лето было экстремально жаркое, 35-37 градусов. Длилась такая жара больше двух месяцев, почти три месяца. И герань всегда восхищала меня своим цветением. Это у меня здесь уже начеренкованная герань, так как я не смогла просто так вот оставить свою герань без того, чтобы я не начеренковала. Настолько понравилась мне ее расцветка, что хочу, чтобы эта герань у меня продолжала свое цветение в моем состоянии. Десятое почетное место это гадзания или гадзания. Не знаю, как вот, какую правильно, как говорить, но я думаю, что вы понимаете, о каком цветке я говорю. Невероятно красиво. Вот у меня был такой цветок, как будто бы это солнышко в композиции. Вот такие лепестки, очень похоже на подсолнух. Невероятно красивый цветок, неприхотливый, очень хорошо наращивает вот такой свой кустик, если вы посадите одно растение в течение сезона. И до самого ноября месяца будет свести в любом месте сада или в горшочке или в цветнике, где вы его посадите. Итак, десятое место гадзания или гадзания. Есть еще одно растение, которое я настоятельно рекомендую вам, для того, чтобы вы высаживали в вашем красивом саду. Это седум лимон коралл. Потрясающее растение, очень неприхотливое, невероятно красивое, такое салатово-лимонно-сочное. Можно высаживать на переднем плане цветника, можно в любом другом месте цветника, где у вас можно подсадить достаточно низкое растение. Так как седум все-таки, если он будет расти, ну это будет кочечка сантиметров, может быть, 15, ну может быть, 17 в высоту. У меня седум лимон коралл рос в горшке вместе с вербеной. Невероятно красивая красная вербена и вот такой вот лимонный, сочный седум. Их пара была просто ошеломляющая. Оба неприхотливые, оба красиво смотрелись, оба декоративные и невероятно эффектные. Прям как мы. Да, вадик совершенно, молодец. Обратите свое внимание на это растение. Я уже неоднократно во многих видео стараюсь акцентировать ваше внимание на седуме лимон коралл. Он того стоит, друзья. Это действительно очень красивое, эффектное. Вот если вы ищете растение для своего сада, чтобы посадить и ни о чем не думать, я думаю, что 90% садоводов, цветоводов именно ищут такие растения. Седум лимон коралл отвечает всем этим требованиям. Поэтому десятка десяткой, а есть еще растения, которые вне конкуренции, вне списка всегда должны быть в саду. Другим садоводам и цветоводам на то, чтобы они приобретали свой опыт. Итак, друзья, высаживала я еще бегонию, высаживала сальвию, высаживала цинерарию, цинию, астры высаживала, георгины, гладиолусы и, в общем... И много-много... Много-много другие цветы, в общем, это те, которые несколько лет у меня росли и постепенно уходили. Что я вам хочу сказать? Я постаралась в своем саду собрать те растения, которые невероятно красивые, декоративные, с которыми мне приходится очень мало работать, которые не требуют к себе такого пристального ухода. И вот эта вся десятка требует к себе в основном одинакового ухода. И мне не нужно с каждым растением отдельно какие-то делать операции по уходу, по тому, чтобы правильно удобрять их. И поэтому именно та десятка и осталась. Вот эти все растения, которые я перечислила, бегония, сальвия, цинерария, циния, астры, георгины, гладиолусы, они невероятно красивые. Но вот из своего сада я убрала, потому что и так у меня очень много работы осенью. И не хочу я еще заниматься выкопкой гладиолусов, георгин, хранить их нужно. А, еще у меня же были канны. Невероятно красивые. Я вставлю вам фотографию, это, конечно, восторг. Но опять, кто живет в своем доме и у кого есть подвал, я бы, если бы вот мы жили в своем доме и у меня был бы подвал, канны я, несомненно, высаживала. Потому что это такие красивые вертикали, которые тоже будут потрясающе смотреться. А выращивала я свое время канны, которые были с красными бордовыми листьями. И вот если я найду фотографию, канны были выше меня ростом. Это, конечно, потрясающее зрелище. Но потрясающе было другое, когда в конце сезона мы начали подкапывать канны. И у нас оказалось, наверное, метра два шириной и в метр, вернее, два длиной и метр шириной вот это все корневище, вот эти клубни, которые нужно было выкопать. Поэтому оставляем в своих садах, ну, во всяком случае, я так сделала, те растения, которые красивые. И которые мне доставляют мало хлопот. А еще хочу сказать по поводу сальвии. Яркое растение, красивое, выращивала я и низкорослые, и высокорослые. Но вы знаете, все-таки вот сальвия у меня ассоциируется с парками, с клумбами, которые около всяких государственных учреждений. И росла она у меня года два, может быть, даже и три в саду. А потом я ее заменила на другие растения, которые более романтичные, более нежные, лобелия, алисум, ну и вот другие, о которых я вам говорила. Вот, когда я смотрю на растения, которые входят в десятку, вот у меня и душа радуется, и как-то вот спокойнее на душе. По поводу ярких цветов хочу акцентировать ваше внимание. Первый год, когда я создавала свой сад, конечно, мне хотелось, чтобы сад мой был ярким, красивым, чтобы вот все горело, шипело и пузырилось. Ну, наверное, вот похоже очень как, да, вот в этом саду. Яркий, красивый, какие вот потрясающие цветники. И вот света идет, поливает цветочки здесь, да, изумительно. Но с течением времени я поняла, что очень важна гармония. Цветов, именно не цветов, цветы, я имею в виду, а цветов по цвету должно быть немного. Вот лучше вы возьмете два, три, четыре основных цвета в своем саду, как пример, малиновый, может быть, бледно-розовый, белый. И подобрать по цвету одинаковые цветы. Бордовые у вас будут розы, бордовые флоксы, малиновые, возможно. Вот пусть у вас будет одного цвета, но разные цветы. Но не так, чтобы у вас был пестрый винегрет. Вот я это уже прошла, и хочу вам сказать, пестрый винегрет к середине июля месяца надоедает очень. А если у вас цветы будут по цвету сбалансированы и будут вот сочетаться по цвету, но будут разные, это будет и гармонично смотреться, и вам не надоест такой сад. Цветение будет как волнами плавно перетекать одно в другое, и эффект от сада будет такой, знаете, что у вас все сделано и посажено со вкусом. Хотя, вы знаете, ведь яркие сады тоже кому-то нравятся, и возможно они и не будут надоедать в течение сезона. Создавайте такие сады, в которых вам было бы комфортно, в которых ваша душа отдыхала, в которых отдыхали бы вы и ваши гости, ваши родные, близкие. Создавайте свои сады, пусть они будут здоровыми, красивыми и цветущими. Высаживайте однолетние растения, вам желаю вдохновения во всех ваших начинаниях. И увидимся на нашем канале. Пока-пока!